Люди ведут себя как животные. В Китае возмутились украинскими событиями из-за коронавируса. Статья о военном обозрении за 23 февраля 2020 года. На Украине вспыхнули очередные беспорядки. На этот раз поводом стало решение власти разместить в одном из поселков Полтавской области пассажиров рейса из Китая, которых должны проверить на коронавирус. Новые санжары были выбраны для размещения на карантин украинцев и иностранцев, следовавших из города Ухань в Харьков. В медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке, прибыли 6 автобусов с гражданами, которые должны были быть обследованы на предмет заболевания коронавирусом. Но эта инициатива власти не понравилась местным жителям. Они устроили беспорядки, забросав камнями автобусы с несчастными пассажирами и вступив в столкновение с полицией. В результате 9 сотрудников полиции получили травмы. В поселок экстренно прибыл сам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Самое интересное, что украинские медики не нашли у приехавших из Китая людей признаков острых респираторных заболеваний. Но полтавского обывателя эта новость не успокоила. Почувствовав угрозу собственной безопасности, жители поселка Новые санжары атаковали своих соотечественников. Они грозились даже сжечь живьем приехавших из Китая украинских граждан. Тем временем в Китае уже обратили внимание на события в Полтавской области. Издание Сина Милитари опубликовало новость о беспорядках, после чего рядовые китайцы, читатели сайта стали делиться в комментариях собственным взглядом на происходящее. «Украина – это страна, в которую сильно проникли Соединенные Штаты. Простыми людьми в стране манипулируют американцы. Для них невозможно не разрушить страну, потому что тогда американцы не дадут денег. В несчастной стране эти люди не впускают своих соотечественников, а ведь это действительно бесчеловечно», – пишет Сюй Ухань из Пекина. «Украинцы сейчас одурманены Западом. Эта страна была заброшена. Люди глупые и ленивые. Люди ведут себя, как животные». Действительно, забрасывать в 21 веке камнями автобусы со своими же согражданами, прибывшими на карантин, вряд ли могут цивилизованные люди. Шесть лет правления киевского режима не прошли бесследно для и без того разлагавшегося в постсоветские десятилетия украинского общества. Люди стали злее, более подвержены манипуляциям. Прекрасный образец результативности экспериментов, поставленных над Украиной и Соединенными Штатами. Вино за тот градус насилия, который сегодня столь ощутим в украинском обществе, несут те самые люди, которые 6,5 лет назад устроили беспорядки в Киеве, а затем привели мирную прежде страну к гражданской войне, потере Крымского полуострова, разрушению инфраструктуры и экономическому коллапсу. О дичании украинцев поразило не только китайцев. Даже известный российский ведущий Владимир Познер был вынужден искать аналогии по ведению жителей Полтавщины в истории средних веков. Ведь лишь тогда, 5 или более столетий тому назад, известия о страшных эпидемиях могли приводить к подобным погромам и к сжиганию заживо больных или даже заподозренных в болезни людей. Илья Полонский Люди ведут себя как животные. В Китае возмутились украинскими событиями из-за коронавируса.